Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами я, Ватман, и в этом видео, как и обещал, я протестирую автомобиль Imponte Deluxe с другой техникой, а именно с вертолетом Buzzer. Я отдаю себе отчет в том, что один вид техники является вертолетом, а другой автомобилем, но оба эти аппарата очень схожи друг с другом. Во-первых, у них одинаковое вооружение, как у Buzzer, так и у Deluxe, есть пулемет, ракеты с наведением и просто ракеты. Это во-первых. Во-вторых, они оба могут летать. И в-третьих, самая главная причина, почему я тестирую два этих совершенно разных вида транспорта, это то, что их обоих можно заказать в меню взаимодействия, и они появятся у вас прямо под боком. Если у вас куплен Deluxe, заходите в меню взаимодействия, в свой транспорт и заказываете его. Если же у вас куплен Buzzer, и вы находитесь в роли шефа организации, просто заходите в меню управления организацией, транспорт и заказываете Buzzer. За время сегодняшнего ролика я проведу 9 тестов, и в конце мы выясним, у какого из этих видов транспорта будет больше плюсов. Ватман Корпорейшн, а также я лично, выражаем огромную благодарность игроку с ником Neos11 за потраченное время, предоставленный автомобиль и помощь в организации съемок. И первый тест, который вы видите сейчас, это скорость. Я пролетел на каждом транспорте от моего бункера до здания New Empire Way, находящегося в аэропорту Лос-Сантоса. Задача была, как можно быстрее долететь до крыши этого здания и приземлиться на нее. Несмотря на то, что вертолету нужно время на то, чтобы завести двигатель и раскрутить свои лопасти, он все равно обогнал Delico и раньше приземлился на крышу. Отсюда можно сделать логический вывод о том, что Buzzer быстрее Imponte Deluxe, поэтому ему ставим плюс, а Deluxe минус. Следующий тест, который мы будем проходить, называется «Возможность вертикального взлета». Очень полезная функция в городе, и даже несмотря на то, что Imponte Deluxe не имеет возможности вертикально взлетать, ему достаточно всего 5-6 метров для того, чтобы набрать высоту. Кстати, в городе он намного маневреннее, чем Buzzerd. А скорость набора высоты у них примерно одинаковая, поэтому здесь ничья. Следующий тест называется «Время зависания в воздухе». Смысл его в том, чтобы посмотреть, какой из этих видов транспорта опустится на землю быстрее. Для наглядности эксперимента я взял одно здание, подлетел к нему и плавно опускался вниз для того, чтобы увидеть, какой из этих видов техники опускается быстрее. Теперь вопрос, для чего нужен этот эксперимент. Все мы с вами знаем, что в GTA Online нельзя поставить игру на паузу, а никто не отменял человеческий фактор. Допустим, нам надо посмотреть карту, написать что-то в чате, сходить в водички попить или просто в туалет. И вот когда мы возвращаемся с туалета, такие довольные, то смотрим, что наш транспорт по-прежнему находится в воздухе. И мы можем продолжать свой полет. И вот именно по этой причине я провожу эксперимент. Посмотреть, в каком виде транспорта у нас будет больше времени сходить по своей нужде. И мы отчетливо видим, что Deluxe опускается гораздо быстрее. Этому, конечно, есть логическое объяснение, о котором я скажу чуть позже, но по результатам этого эксперимента Deluxe проигрывает. Поэтому Базард получает свой следующий плюсик, а Deluxe соответственно минус. А мы переходим к следующему тесту. Называется он пролет под сложными объектами. Смысл этого эксперимента в том, чтобы взять какой-нибудь объект, в котором очень мало места, и попытаться пролететь под ним. Как я уже и говорил, Imponte Deluxe намного маневреннее Базарта, поэтому он просто играючи пролетает под этим мостом. Но Базард завис еще и потому, что у него огромный размах лопастей, ему достаточно сложно не зацепиться ими. Поэтому пока я на Базарте боролся с более-менее горизонтальным полетом, я на Deluxe уже спокойно долетел до места следующего теста. Поэтому здесь безоговорочная победа присуждается Imponte Deluxe, и он получает свой заветный первый плюсик. А я тем временем перехожу к следующему тесту, который называется выстрел из снайперской винтовки. Иначе говоря, можно ли попасть в водителя или пилота, находясь на земле? Огромный минус Базарта в том, что он стеклянный. Иначе говоря, даже находясь на земле, можно из обычного оружия попасть в пилота, тем самым убив его и уничтожив вертолет. И как вы можете заметить, когда вас атакуют на Базарте, вы легко можете расправиться с ним обычной винтовкой. Когда же ваш противник находится за рулем Imponte Deluxe, попасть в него практически невозможно. То есть вы стреляете по машине, вы можете взорвать машину, используя миниган, но попасть в водителя вы не сможете, потому что вы его просто не видите. В то время как он с высоты птичьего полета отлично видит вас и может с легкостью расправиться с вами ракетами либо пулеметом. Единственная возможность снять его из снайперской винтовки, это тот момент, когда он опустился до уровня, что вам видно его лобовое стекло и вы можете прицелиться ему точно в голову. Так что в этом эксперименте победу вновь одерживает Imponte Deluxe и получает свой заветный второй плюсик. Заранее прошу прощения за такое кривое построение плюсов и минусов, полдня боролся с этим редактором. Следующий тест, сколько нужно ракет для взрыва. Тут ни для кого не секрет, что как Баззер, так и Imponte Deluxe выдерживают по одной ракете. Навестись можно также на оба вида транспорта, просто в обоих случаях за рулем сидел мой друг, да и к тому же еще партнер организации, а как известно на своих ракеты не наводятся. Здесь по результатам эксперимента также ничья, поэтому каждый получает по нолику. А мы не теряем времени и переходим к следующему эксперименту, который называется перезарядка ракет. Баззард имеет возможность выпускать ракеты как с левой, так и с правой стороны. Причем залпы всегда начинаются сначала с левой, потом переходят на правую. После того, как вы из Баззарта выпустили по одной ракете, начинается перезарядка. Перезарядка конечно недолгая, всего 4 секунды, но порой эти 4 секунды играют решающую роль. И как раз эти 4 секунды может хватить снайперу, чтобы снять вас с земли. У Deluxe ситуация обратная. У него также есть ракеты с наведением и без наведения, и они также выпускаются с левой и с правой стороны бампера. Затем лишь исключением, что их можно выпускать друг за дружкой без перезарядки. Так что это огромное преимущество, и Deluxe зарабатывает свой очередной плюсик. Но вот в следующем тесте по количеству ракет Deluxe проигрывает. Когда я летал на Баззарте, независимо от того, час-два я летал, взрывал, не взрывал я прохожих и непрохожих, ракеты не заканчивались, то есть их бесконечное количество. К сожалению, этого нельзя сказать о Deluxe. К огромному сожалению, число им ограничено и составляет всего 30 штук. После этого вам нужно будет вернуться на базу и дозарядиться. Как это происходило с рыцарем дорог, Рунером, который был добавлен вместе с обновлением Import-Export. Только у Рунера была возможность перевозить с собой 8 ракет, а Deluxe уже 30. Так что можно сказать, что прогресс налицо. И стоил тот автомобиль 4 миллиона 320 тысяч долларов, а этот на 800 тысяч дешевле. Поэтому в восьмом эксперименте побеждает Баззард, и у каждого из этих видов транспорта по 3 плюса. Поэтому количество экспериментов не равное. Последний девятый сравнительный тест – это цена на эти виды транспорта. Стоимость Deluxe составляет 3 миллиона 550 тысяч долларов. Плюс вам нужно будет еще заплатить сверху 198 тысяч долларов для того, чтобы оборудовать его пулеметом и ракетами. В то время как штурмовой Баззард стоит всего 1 миллион 750 тысяч долларов. Поэтому в последнем девятом тесте побеждает Баззард, так как его цена заметно ниже. И если делать общий вывод по этому видео, то Баззард набрал больше плюсов, чем импонты Deluxe. А если точнее, то 4 плюса против 3. Если же не брать в расчет цену автомобиля, потому что у большинства игроков нет проблем с деньгами, то эти транспортные средства во многом очень похожи. И у каждого из них есть преимущества. Лично для себя я сделал следующий вывод. Если мне нужно выполнить какое-то подготовительное задание или пофармить груз в городе, то я беру Deluxe, так как он намного маневреннее и способен заехать туда, куда не может залететь Баззард. Если же мне нужно лететь на другой край карты, то я конечно возьму Баззарта, потому что на Deluxe я буду делать это гораздо дольше. И да, за время этого ролика я часто называл Deluxe Deluxe. Наверное это связано с тем, что название Deluxe запомнилось мне изначально и глубоко засело в моей памяти. Теперь немного о логическом объяснении быстрого спуска на землю Deluxe. В отличии от Баззарта, в котором при убийстве пилота вертолет летит в Тартарары и взрывается при встрече с каким-нибудь зданием, Deluxe же напротив, медленно начинает опускаться вниз. То есть вы не теряете свой автомобиль и все что вам нужно это дождаться когда он спустится и окажется вот в таком положении. А если же он будет спускаться с такой же скоростью с которой спускается Баззард, то вам наверное самим захочется сбить его из ракетницы. И напоследок небольшой баг, который мы обнаружили во время записи этого видео. Если вы подлетаете к другому персонажу и отключаете репульсоры, то при падении вы не убиваете персонажа, а отскакиваете от него как будто он Супермен. Вот такой вот тест я проводил сегодня, надеюсь это видео было полезным для вас. С вами был я, Ватман, до новых встреч, пока-пока.